Добрый день! Что, Андрей? Помните меня? Ну? Меня слышно хорошо? Да, не слышно, да. Вам видно меня? Да, видно, очень хорошо видно. Так. Я постараюсь разговаривать на русском языке, но у меня получается очень плохо, так что не прошу. Ну, у меня ребята сейчас на занятиях ушли по Библии, так что я один в доме. Один, так что давай, приспосабливайся. Хорошо, потихоньку. У меня такой вопрос. Что хочу сказать. У меня же такая похожая проблема, как у вашего Никиты. Я поступил в Киев, должен был учиться, но я не учился. Там игрушки, то-сё, понимаете, да? И вот наступил этап, когда я стал на работу работать. Ну, в Киеве. Я домой не хотел возвращаться. Домой, в село, где я живу. А родители, ну, хотели, чтобы я поехал, но я не поехал. Я остался работать в Киеве. Вот тогда, когда я начал работать, я понял, что-то со мной не то. Ну, я начал ходить в церковь. Так случилось, что у меня друг, он из Православной Церкви. Он меня, как бы, обратил туда понемножку. Я понял, что главная проблема – это во мне. Главная проблема – это во мне. Мне надо измениться, чтобы всё поменялось. И когда я обратился немножко в веру, я послухал отца, вернулся в село, где зараз живу. Вернулся в село и отча с работы учителем. У меня просто такие вопросы возникли. Было время, в которое я хотел немножко вам подражать. Начал во встоку коту. У меня три кота дома в селе. У меня тоже три. Но у меня, видишь, голубятня. И там надо я их вахтовым методом. Двое там, один в избе. Потому что много зерна, семечки. И всё это мыши появляются. А они всё это сразу выметают. Вот я приехал сейчас. Видно, кошка прямо туда лезет. Они могут тут всякие коробки садить. Я коробки размену, маленько погоня. Она уже мышь оттуда вытащила. И больше мышей нет. Вот попутно сказать. У меня такой вопрос. Ну и что дальше? Поступило время, в которое я хотел вам подражать. А в чём? Ну, начал вставать там в 4.40. Да. Я работал тогда кладовщиком в Киеве, в столице. Начал вставать в 4.40. Начал немножко читать Библию. Скажу, что сдвиги немножко были. Даже на работе начал говорить, Андрюша, ты немножко почёл меняться в хорошую сторону. И, але, якось, надолго у меня не хватило. Наступило время, вот прошло там некоторое время, снова началось, что я там начал спать за водки, 9 часов. Просто наступает иногда такое время, что вот ничего не имею, не понимаю. Но наступает такое время, что какая-то безразличность. Но наступает время, когда ты хочешь меняться в лучшую сторону. Ты стараешься что-то делать. Но это время проходит быстро. Наступает вот не очень хорошее время. Видишь, Андрюша, я могу давать советы, то, что испытал. Я не советую то, чего не испытал. Я буду говорить, вот это я считал. А остальное у меня опыт. Так вот у меня нет опыта, чтобы иметь уныние. Или вот так, сегодня считаю, завтра нет. Сегодня я говорю, завтра нет. У меня нет этого опыта. Однажды у меня вспыхнул факел, и он только разгорается и разгорается. И у меня друзья, враги, разные всякие. Я знаю, это нормальное явление. Горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. В Священописании говорит. Я знаю, я в это горе ни разу не попадал. У меня не было, чтобы все хорошо. Везде там колокола звонили. Меня жгут со всех сторон, придираются. Это совершенно нормальное явление для человека, который не такой, как они. Я ратую о свободе совести. На моей совести никого нет. А остальные, которых я знаю, они горбатятся друг перед другом. Он не дает Богу свободы. Я иду ли, занимаюсь ли, я все время размышляю, как быть верным Богу. Как страх Божий иметь. Все время прицел на страшный суд. А раз есть страшный суд, и я умру, поэтому все остальное никак ко мне не может прикоснуться уже. И поэтому, когда начинают люди, вот я маленько, а потом остыл, а потом ушел, я просто не знаю, у меня опыта этого нет. 53-54 теперь уже года назад у меня вспыхнул огонь, когда попало мне в руки Евангелия, и он у меня только разгорается. Чтобы затухать, у меня не было того момента. Поэтому я не могу поделиться с вами, я даже не понимаю, как это. Я полюбил Господа, я вышел или на работу, нравится, не нравится работа. Вот я не люблю пасти один у нас. Живет в деревне, не любит пасти коров. А то работа грязная. У меня за всю жизнь не было нелюбимой работы. Маленький был, когда кизяки делали, это вот коровье там, где оправляется, с соломой мешает, потом встанощик такой два набивает туда, потом несешь, опрокидываешь, потом высушишь, кизяк называется. Мне это не нравилось. Ну, я старался от других не отставать. А остальное, что я делаю в жизни, мне нравится. Это настолько явно, что кто бы не видел, и все говорят, неужели такая работа грязная, весь в саже, может нравиться. Но видя, как я внутренне сияю, люблю. Я знаю, как сейчас люди будут радоваться, как дети согреются. У него меньше угля уйдет. Вот я меньше беру, чем другие, в полтора раза за цену, то понятно, что я внутри соединяюсь с этим. Поэтому я просто не знаю этих слов, уныние там или что-то. У меня всегда радость. И я это могу засвидетельствовать не где-то, а в любом месте. Я однажды зашел, тут Краевой суд, а там первые лица нашего края, прокурор, генерал-лейтенант, судья, генерал-майор, военные все, другой генерал-лейтенант юстиции. А у них какой-то там сабантуйщик. Только что мэр города был. А мы, говорит, о вас рассуждали. Обо мне? А я бложка-вожка. Да кто я такой? Да мы, говорит, более счастливого человека не знаем. А как вы определили? Вы делаете то, что вам нравится. Я говорю, а у меня нет работы, которая мне не нравилась. А в жизни не было никогда. Я делаю самую низкую работу. Видите, копаюсь в земле, что-то делаю, мажу. Но меня смотреть в другой раз надо отмывать, говорит, особым раствором. Для меня это радость. Я вижу последствия труда, он полезен. И когда говорят, а что делать, когда вот работа не нравится, я вот с работы на работу перехожу. У меня нет этого опыта. Просто я не знаю, как это. Я верю, что это от Бога. И поэтому я сразу говорю, Господи, дай мне это полюбить. Я делаю это для Бога, для моего любимого Иисуса Христа. Видишь, в чем заключается? У меня нет опыта, вот, отвержения того, что ко мне Бог приблизил. Вот как. И поэтому совет мой, он... Если касается этого, ты поставь тебе такую задачу. Тогда мой опыт тебе перейдет. А в этом состоянии, вот я один раз уныл, неделю провалялся. А потом вот в воскресенье я еще решил поспать. А потом, раз поехал куда-то в музей, там что-то делал, люди куда ходят, и я пойду. У меня просто нет этого. Я не знаю. А однажды вот этот факел любви Бог зажег, я сразу в него все туда отправляю. Все сгорает. Нехороший человек, где-то я сразу определяю, лево или право, мы расстались с ним. Он не любит Господа, не любит Священное Писание. Вижу, он лжет. Если он один раз обманул, он обманет и два раза. Я расстаюсь. Зачем? А вы могли бы его исправить? Нет. Его никто не исправит. Иоанн Златоуз говорит, если ты не поможешь себе сам, тебе и Бог не поможет. Ни Бог и никто. Вот. Это надо просто просить у Бога рождение свыше и водительство Духом Святым. Два момента. Два. И тогда ты сразу определишь, кто такой Филарет, кто такой Кирилл, кто такой Порошенко, кто такой Путин. Тебе Бог будет это открывать. Надо пишеть, что до начала преимущества стран Господней. Да. Да. Я слушаю всех, кто что говорит. Но у меня сразу слагается свое мнение. Вот я беру, разбираю вопросы патриарха. Я вижу, он 60 вопросов отвечает, только 5 правильно. А 55 неправильно. Я показываю, почему неправильно. Как? У него высшее образование. Он согласится со мной обязательно. Да, я действительно вот тут думал так-то. Я знаю, когда отдельно с человеком беседуешь. Кого-то он опасается. Как бы ни сказали. Как бы его, говорится, не потащили куда. У меня этого не было. Я говорю так, как думаю. Для меня только один вопрос. Говорить или не говорить? Вот это я не знаю. Где молчать мне? Поэтому я всегда насторожен на молитве. Говорить или не говорить? Иногда я не говорю. Со мной человек говорит 40 минут. Я ни одного слова не произношу. Почему? Замкнуто. Говорить бесполезно. Я могу в конце несколько слов сказать. А с другим вот я могу говорить. Передавать опыт. Указывать, какие места Писания считать. Ты меня хорошо понимаешь? Да, хорошо. Вот, Андрюша, в этом все дело. Ты будешь полезен и себе, и другим. Брось это. Никогда не думай, что нравится, не нравится. Отошел. Я встретился. Это, может, последняя встреча. И человек мог обратиться, а он не обратится. Как я жалеть потом буду? Вот сейчас на меня нападают. Там это священник. Там один. Он, может быть, не священник, а вообще никто. Ну, так он себя позиционирует. Вот там кошка воробья там съела. Вот они нападают. Кровью экран заливают. Там садится. Ну, видно, что или дурят, или в самом деле чего-то не хватает у них. А я сейчас смотрел. Заряди в Ютуб. Ласка. Слово ласка. Это зверек такой. Дальше. Битва зверей. И все это снимается. Все это. Пока, ну, еще там музыку разные, звуки издают. Да, интересно. Это в природе. Так Бог установил. Это самый маленький хищник. Маленький леопарь. Так можно назвать. Она маленькая, меньше крысы. Она все душит на пути. И все это снимают, показывают. И никто не считает, что это. И на людей нападают. Там звери, где все заснято. Там бых как подкидывает людей. Одного убил другого быха. Это бойцовские быки. И что это? Садисты какие-то, что ли? Нет? Это событие в жизни. Поэтому, которые на меня нападают. Я заново ролики эти, которые они портят. Я теперь их выставляю, показываю. На что они нападают? Ничего нет. У них нет ничего. Против меня бороться очень-очень трудно. У них, которые нападают, опыта никакого нет. Я вижу. Ну, какие они бойцы? Даже сравнивать не с чем-то. А я всю жизнь в борьбе. Всю жизнь. У меня бойцовский характер. Говорят, вот на вас нападают, оклеветают. Там где-то бывает. А как вы делаете? Это удар нанесен мне? На удар я отвечаю серией ударов. То есть я закон его привлеку, если он не изменяется и портит мое дело. Я начальник детского лагеря. Я подаю в суд и все суды выигрываю. Я не пятится и больше никто не идет. А если согласиться, я промолчал. О, молчит, значит, мне еще сказать. Он такой и есть. Молчание – знак согласия с нами. У меня этого не будет. Я обязательно разберу то, что он нападает и говорит. Это я называю ударом. Вот он напал. Я показываю, что это никогда не считалось грехом. Зарезать курицу или гуся или голубя. Это домашнее мое животное. Чего вы решили нет? Люди же едят окорочка, продают в магазинах. Это Бог так установил после грехопадения. А они это хватают и пытаются что-то выжить. Ну, там, оформляет кровь, течет по экрану. Ну, детство. Детские шалости, так скажем. Если человека не обидите, это вопрос другой. А животные для того и даются человеку, чтобы он мог взять от них полезное. Не мучить. Не мучить. Мы знаем, держат свиней, коров, овец. Все это пришла осень. Режут дальше. Мясо заготавливают. Олени, которые живут. Там на юге сайгаков разных. Там в другом месте кенгуру. Где-то дельфинов. Я видел, там больше ста дельфинов только убили. Они рыбу пожирают, а людям жить нечем. Ой, как поднялся вопль. Все утихло. Нигде ничего нет. Понял? Да, понимаю. Проще уныние. Никогда не позволяй. Этой шалости. Это наступает иногда такое чувство, которое ты понимаешь, что ты с Богом. Тебе хорошо, ты стараешься, работаешь. А бывают часто иуэстичные чувства, что тебе лень что-то работать и так дальше. Вот это что такое, Андрюша? Четкие. Да, и как только тебе подходит что-то, сразу три святоя и на молитву. И никогда ни мудрствуй, ни о Троице, ни о Боге. Я сегодня читал про Кочеткова, и у меня мысли всегда, вот такие знатные люди, Бердяев, Павел Флоренский, зачем они заходили за эту грань? У Александра менее это встречалось. Вот такой большой ум. И вот они никак не могли войти в то, что святые отцы оставили. Доставили учение о Троице, даже о вакууме там замешан был. Нам не надо мудрствовать. Есть нехео-цареградский символ веры. Его надо четко придерживаться. У меня есть свое мнение о других вещах, но не в этом. В этом вопросе я никогда ни с кем не спорил и по-другому не мыслил. А ты все понимаешь, что считаешь? Не понимаю. Мне не дано понимать. Мне дано веровать. Верую во единого Бога Отца Вседержителя. Верую. И понимать здесь меня никто и не просил. Тут нельзя понимать. Это высшисть человеческого разума. И вот они такие мудрецы и начинают мудрить. И церковь объявляет их еретиками там и как угодно. Потому что они совершенно не православно мыслят. Нам это не надо. Никогда не заходить за эту грань. Вот я с католиками никогда не спорил. Никогда. Ну, как спорить? Я вообще не спорю. Ну, диспут какой-то или что-то. Я не согласен с чем-то. Я это сказал. А далее у нас все одинаково. Надо определить грань своей деятельности. Где? А если это Баптист выяснился? Не спорю. Но я им скажу, что они не церковь. У них нет священства. Рукоположенного от апостольских времен. Херотония, чтобы перешла. А они это не признают. Где двое или трое там. Но я сказал. Это они так считают. А я сказал, как понимает церковь. А ты еще сам не думаешь. Мне не дано думать. Мне надо принять то, что церковь наработала. Мы живем не в первом веке. Какие каноны, правила. Их надо исполнять. А не под видом экономии нарушать. Меня никто не может оправдать. Кроме Бога. И поэтому я стараюсь. Я признал их святыми. Я гляжу, какой их труд. И он не противоречит священному писанию. Я его принял. И каноны эти стараюсь исполнять. Есть пост православный. Никогда не нарушай. Вот сегодня пятница. Масло растительное. Про молоко мясо не поминает рыба. Масло растительное. Его не разрешают сегодня по уставу. У нас его никогда не будет. И в лагере у детей не будет. Почему? Я знаю этот пост не евангельский. Но я православный. И все сказано. Я православный. У меня есть свое мнение. Но я православный. И поэтому никаких разговоров. Я исполняю и все. И потом мне на душе легко. Мне не стыдно сказать, что я православный. Да в православии никто ничего не знает. Учить надо. Но из православия никуда. Вот так. Спасибо. Да. Тяжело. Да. Будь мужественным. И никогда не говори тяжело. Хочу, не хочу. Выбрось это из головы. Вот у нас в газете была статья губернская местная. Там пожилые люди там 70-80 почти лет уже. Мы говорят в войну были такие там маленькие. У нас не было хочу, не хочу. Было надо. Слово главное надо. Надо работать. Надо фронт снабжать хлебом. И мы работали. А мы школьники были. Надо было делать. И мы делали, не выходили с поля там и ночевали. Мне это дано заложено с детства. И поэтому я не знаю, а как по-другому. Надо. Если что-то от нас где-то... А если не зависит совершенно, значит тут надо как-то сориентироваться и... Там перенести сроки, нанять помощь какую-то. Но дело должно быть сделано. Сделано. У меня есть дела маленькие, есть дела, которые не назовешь маленькими. И во всех их, ну, надо бы на слово надо вложить. Оно будет сделано. Такой еще вопрос. А как бороться с мыслями? С мыслями нельзя бороться. Тебе никогда их не победить. Я не буду тоиси. Это побеждает Христос. И ты должен сказать. Я сдаюсь в плен. Я не могу ничего сделать. И поэтому я молю Бога. Господи, помоги. С мыслями не справиться. И Господь направит в нужное русло. Нужные мысли нужны. А не так, что на молитве поплыл куда... Я иногда на молитве собьешься, и куда-то, ну, важные дела не доделан. Я сразу, Господи, прости, начинаю заново читать молитву. Бывает до трех раз. И тогда все прояснится, и никогда не сдаваясь, а руки, говорится, не поднимай перед этим. Неправильно делаю, что думаю, знаю это, и не надеюсь на себя. Я не могу побороть мысли. Не могу. А Бог помогает. А Бог всегда Бог. Главное. Мой Господь. Геннадий Кириллович, если не трудно, помолитесь за меня грешного. Андрюша, я уже помолился. Да поможет тебе Господь. И в прошлый раз мы только разошлись. Мы отошли вы отсюда с эфира. Мы сразу встали на молитвы, и я говорю этому, юноше, помоги, Господи, устрои, как тебе угодно. Но ты сам все время работай. Все, что ты говорил, я помню. И Господь как-то это все не по-нашему сделает. Вот сейчас только гляжу в сети, выплывает Виктор Савченко, который в Потеряевке учитель. А я думал, там забыл, ну, в суете что-то осталось. Ну, как? Звонить? Это деньги стоит. Вот, написать в мейл.ру ему там, он может не... И вдруг он вышел, я ему давнул, и сразу в скайп. А тут и приходит и жена, она осталась еще немного. И сразу все поговорили. Почему? У Бога вымерено. Я позвонить, не позвонить, а три дня вот в мыслях позвонить. Я думаю, подожду, может какой случай, кто-то заедет. Видишь, как у Бога. И при том, а этот Виктор Николаевич, он должен был наши продукты сюда увезти. И он, нынче он женился, и он решил с собой взять свою жену молодую. Ну, пришел, я ее возьму. Я говорю, а зачем? У нас машина определенный вес, она больше 800 килограмм не возьмет. Рессоры в другую сторону. Мы машину будем набивать, но один должен поехать помочь разгрузить. Кому? Ну, Володя. Ну, я подумал. Если Володю послать, значит, Никита один ничего не сделает. А делаем важное дело. Знаешь что, у меня уже пользы тут нет никакой, нет. Я свою работу сделал. Я поеду. А вы тут оставайтесь, работайте. А Виктор в это время там молится. А жена его говорит, нет, говорит, Игнатий сказал, что мне не ехать, уже бесполезно. Он говорит, а Бог? И вот он молится, на другой стороне улицы, тут до него метров 300-400. А я в это время меняю разные варианты. И потом подхожу к ребятам и говорю, собственно, я-то зачем поеду? Мы можем позвонить, и которые в городе ребята придут и помогут. А он хотел ее взять с собой, так вот она и пусть теперь едет с ним, чтобы дорога не уснул-то. И он приходит, я говорю, знаешь что, бери свою Анну и поезжай. А я молился. Ему это ответ от Бога. А меня в это время Господь на разные варианты ставит. Ему-то как радостно. Он пришел, а она, да как это так? Да он же, Игнатий сказал, уже обдуманно. А Бог? И она это понимает, что я на молитве прислушаюсь. Что мне скажет Бог? Мы помолимся и потом говорим. Говори, Господи, слушает и слышит раб твой. И все стоим, склонились и ждем ответ. И Бог на сердце ложит. Мы ни голоса никакие не слышим. И в это время мне Господь на молитве вот такую мысль подал. Я с ней поделился с братьями, они одобрили. В это время Витя приходит. И я ему говорю, он говорит, а я молился об этом. Все, и они поехали. А она шофер. И они вместе по переменке. Так, как и надо. То есть все были удовлетворены. Потому что молились и доверили Богу. Надо все время жить с чувством близости Божией. Как-то одна газета, это председатель, или как его назвать, журналистов Алтайского края. И обо мне он большую статью написал и говорит. О Боге все иногда задумаются. Но чтобы день и ночь думать о Боге, это только Лапкин. То есть он это знает. Он знает уже нас лет 26. Поэтому встречался, приезжал. И очень хороший человек. И думать. Думать надо все время об этом. Непрерывно молиться. Написано всегда молитесь, постоянно молитесь. Молитва это не только угол, где я стою перед иконостасом. Это внутреннее состояние. Я считаю, что литургия должна быть не только в храме, но всей жизнью своей. Общее дело делаем. Спасение душ. Бог созидает церковь. Ничего не надо выдумывать. У нас все православие объяснено. Надо иногда что-то сказать, а ты не знаешь как. Помолись. Имей хорошего друга, наставника. Кто-то совет может разрешить. Вот мне звонят, когда кто-то. У меня ответ один. Я не знаю. А если помолюсь, ты заходи еще ко мне. Я тебе укажу место Писания. И с этим местным Писанием пойди к местному священнику, где причащаешься. И помолись, чтобы Бог ему положил на сердце. И он тебе даст ответ. Но ему дай сначала прочитать, что я тебе дал. Какое местописание. У меня простые-простые доводы. И вы знаете, что от Бога. Я так считаю, и пока ни разу не был обманут. Я отсылаю только к священникам. Иди и вместе помолитесь. И Господь ему будет на сердце ложить. А ты молись об этом. Это вера искренняя, крепкая вера. Несомненная вера. Вот так, Андрюша. Молиться, уповать на Господа, а он все сделает как надо. Да. Ты сам работаешь. Я говорю, я думал так. Поехать, Володя. Потом мне. А получилось, в самый последний момент перед отъездом, я говорю, что поедет, а она жена. А он об этом и молился. А я даже и не знал ничего. Он мне уже говорит. Что хочешь сказать? Просто наступает некоторая проблема, и ты хочешь решать. Так, так, думаешь. А как сделать правильно? Переживаешь, начинаешь переживать. А я слово «проблема» не употребляю. Я его не люблю. Я его заменяю одним словом, двумя словами. Нерешенные вопросы. Нерешенные, тут понятно. Это не наше слово «проблема» придумали. В наше время никогда не произносилось это слово. Я не люблю слова, которые явно подставлены. Их можно заменить. Но рюкзак, я не буду... Рюк, спина, зак, мешок по-немецки. Рюкзак. Я вам не буду говорить «заплечный мешок-то». Рюкзак так и остается. Но слово «проблема» я его вычеркиваю. Вот. Каноническая территория, воцерковляция. Эти слова не употребляю. Эти нехорошие слова. Этого нет. Воцерковляция. Что это такое? Научиться через какое плечо и свечку подавать. Есть родиться свыше. Отвергнуться самого себя. Вот это главное. Взять крест. Это крест мой. Я не слышу. Другой слепой. Там еще что-то. Я должен этот крест нести. Вот у меня что-то когда-то болит. Я молюсь так робко-робко. Если Господи угодно тебе. Потому что это переносимо. Неудобно просто. Вот у меня полопались. Руки обветрило. И я такие напальники сделал. Замотал. Лекарства положил. Ну, щели на пальцах-то. И все это мешает работать. Зажать. Выбил палец нынче. Он так и остался у меня. Ну, я боюсь просить об исцелении. Потому что вместо этого будет другое. А к этому я привык, Господи. Заразного ничего у меня там нет. Ну, палец выбитый. Ну, что тут? Это не лишай какой-то. Не грибок. У меня достаточно сил, чтобы это перенести. Я благодарю за это Бога. Вот такой невыносимой болезни, чтобы я вопиял, исцели, у меня нету. Я так думаю. Я смотрел видео, вы в церковь проповедь говорили. Вот. Тогда, после Баптистов, когда вот обратились, и там помолились. Дай мне, Боже, веру. Да. Вот этого мне не хватает. Я понимаю, что надо, не хватает веры. Наверное, не хватает веры и страха перед Господом. Я уже стыкнулся молиться. Господь, дай мне веру, страх. Ну, как-то у меня веры нет, или что-то другое. Ну, давай помолимся сейчас. Давай вместе молиться будем. Давайте. Благословенный Создатель, слава тебе. Благодарю тебя за этот чудный день. Благодарю за болезни, за здоровье, за друзей, за врагов. Благослови всех. Дабы в судный день никто не остался за вратами спасения. И помоги, Андрея, даруй на святую крепкую веру. Чтобы Дух Святой даровал истинное и духовное рождение. И Дух Святой разъяснял каждый вопрос. Даруй послушание канонам Церкви. Научи нас не мудрствовать всех мер, не церковь умствовать, но довериться тебе. Ты дивно велик. Мы надеемся на помощь твою. Мы не просим человеческих благ, временных, земных. Но просим того, что служит спасению и прославлению тебя. Чтобы уста наши были наполнены словословием и благодарностью. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот так. Ой. Орышка ты моя, орышка. Орышка моя, орышка. Я надеваю наушники, чтобы микрофон рядом был. Они у меня мимо ушей. Я слушаю. Вот. Сегодня они поработали, у них занятия. И занятия они как-то там по интернету. Еще кто-то с разных областей цепляются. И они проводят вместе. Такое. Ну, я дома сижу тут. Че? Ага. Так. Хорошо, Геннадий Тихович. Не буду вас задерживать. Так. Вы заходите на наш сайт. Сайт знаешь наш? Да, знаю. Захожу каждый день. Сайт, где вопросы. 4124 ответа. Сайт. Не форум. Не YouTube. А сайт. Просто заряди. Сайт. Во свете Библии. Или сайт Игнатия Лапкина. В Яндекс, Гугл. И найдете там. Там столько, много всего. Там все книги мои. И вы найдете 55 папок. Это, допустим, бесы отдельно. Что они и где сказано. Вот. Волшебство. Дальше вера. На букву по алфаве-то идет. Дальше деньги. Что об этом говорит Писание? Какие вопросы мне задавали-то? И так дальше. Е. Евреи. 176 вопросов. Отвечаю. На еврейскую тему. Это и Талмуд. Священное Писание. Ветхий Завет и Новый. Святые Отцы. Что они и где, как говорили. Мне сегодня по евреям задали задание, чтобы ролик наговорить. Потому что выступает там какой-то раввин или кто и говорит, что они ждут Мессии Машиаха и какой он будет хороший, мудрее Соломона и прочее. Я отвечаю, это занаряжено, это нельзя изменить и пояснять нечего. Я взял 4 место Писания, показал Откровение, откуда 2 Фессалоникийцам, 3 глава. Вот здесь все сказано. Ну и Даниила Пророка много говорится. Они в это не верят. Даниилу они будут верить. Но они относят это к другому. Это все уже сказано. И отдельный ролик. Я даже не знаю, был бы рядом еврея и задавал, тогда бы мне это было легче. А так один священник мне написал сегодня именно. И показал, какой ролик, как говорит этот раввин, как они ожидают Мессию, как он придет, как его все народы примут. Это Антихрист. Антихрист будет. И он будет в одном месте, его везде будут слышать. Это все написано. 13 глава Апокалипсиса. Это все известно. Предложение-то хорошее, но я в этом не вижу надобности. У меня на форуме написано, кто такие евреи и как к ним относиться. Там я все рассказываю. У меня переписка с Израилем, с Иерусалимом. И там все вставлено. Вот если зайдете на наш форум, это не сайт, а форум, а там легко на сайте толкни только форум, на форуме, или на форуме, там внизу толкни, там кнопку нажать, и увидишь. Уже на сайте. И вот на форуме, там у меня есть, об Антихристе говорится, великий инквизитор по Достоевскому. Это сегодня прямо относится уже не к кому-то, а к православным. Как они слушают наветы от Лукавого и дальше уводят людей. Они всем разрешили экономию, мы спасаем многих. Эта идея уже давно обкатана. Именно так делает враг, что сделает путь широким, и всем будет доступно, и все будут ходить в церковь, никто не будет печалиться по Тепемии, что он согрешил, надо стоять за дверями, плакать. Это путь в ад. И он об этом говорит. Мы спасем всех. Он спорит, арестовали Христа. Ну, Достоевский это показывает. Ивана Карамазова, как он рассказывает это сочиненное. И насчитывает этот артист Ульянов Михаил очень сильно. И у меня полностью весь этот текст выбран здесь на форуме. Если вы на форум заходите, я его могу перенести туда, буквально сейчас ткну только, он будет на первом месте в строчке стоять. Да вы напишите, великий инквизитор, и она сразу вытянет его на первое место. Послушайте. Как готовится пришествие Антихриста. Там у меня очень сильные материалы поставлены. Я ведь в большинстве случаев-то ничего своего не говорю, а беру те материалы, даю комментарии на них. И все стоит прочно. О чем измышлять, когда все уже сказано? Три слова Владимиром Соловьевым сказано. Так мне никогда не сказать. Ефрем Сирин говорит, мне не сказать так. Там и Полит говорит, мне так не сказать. Златоуст говорит, я везде примеряю себя и вижу, что мне надо это запомнить и принять. Я ничего не вношу. Какое-то лапкинское учение. У меня нет учения никакого совершенно. Вот они не крестят. Я говорю, надо крестить полное погружение. Так это не мое, это каноны церковные. Они ничего не делают и всячески меня поносят. Но я знаю, это Господь допускает. Это награда за это. Великая награда обещана. Это духовный садизм. Им нравится мучить, говорить. Но на мне это тоже не срабатывает. Я принимаю это с удовлетворением. Благодарю Бога. Вот так. Все с Богом, да? Хорошо. Ну, ладно. Не против, что я буду мне тогда звонить вам? Нет, я никому не звоню. Не, не, я буду звонить здесь. Ну, звонить там через неделю. Так, поставь себе. Вот, допустим, какое сейчас время. Ну, может быть, часа на три попозже. Чтобы ребята были здесь. Никита тут может что-то сказать надо будет. Я один дома сижу. Так, у меня идет иногда автозапись. Все разговоры, вы знаете, выставляются. Вы не против? Я жду уже там. Ну, а вы свое видели, где мы беседовали? Нет, 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 еще не выйдет. Я жду. А, вы в Ютубе заходите? А, наверное, еще не вышло. Я только отдал. Это на этой неделе, или на следующей неделе выйдет. Ну, я понял. Ну, всего хорошего. Откручайте. С Богом. Спасибо вам. Слава Христу. Спасибо.